В имя Отца и Сына и Святаго Духа Господь удалился в страны Тирские и Сидонские и вот хананейская женщина, выйдя из тех мест, кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя злобеснуется. Он ей не отвечал ни слова. Ученики, приступив, просили его отпустить ее, потому что кричит вслед нам. Ну, мешала, раздражала. Он сказал в ответ, я послан только к овцам погибшим, дому Израилева. Она, подойдя, кланялась ему и говорит, Господи, помоги мне. Он же сказал, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Замечательный отрывок, в котором для нас содержится бездна премудрости. Почему подчеркивает евангелист Матфея, что она была хананьянка? Потому что хананьяне, они не имели истинной веры и были полуязычниками. И поэтому иудеи даже с ним не общались, потому что боялись оскверниться. И когда она кричала, и апостолы попросили ее отпустить, чтобы он ей помог, он совершенно правильно сказал, что я вообще-то послан не для язычников и не для полуязычников, а послан для овец, погибающих к Дому Израилю. Почему? Потому что из всех народов, населявших землю, ожидал пришествия Мессии только один народ. И ему было, этому народу, обещано. И те люди в народе, которые жили глубокой религиозной жизнью, они ожидали пришествия Христа Спасителя. И тем не менее, женщина, обратишись к нему, слышав, сказала, «Но ведь и псы едят от крупиц, падающих со стола Господь своих». Тоже удивительнейшие слова. Он сравнил ее и ей подобных с псами. А она это признала. Кто-нибудь из нас, выходя из храма, выбери себе из нас одного человека и спроси, «Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься?» И ты получишь огромную дозу христианства себе в лицо. Я уж не говорю, там, ударь в правую, в такую левую тебе подставят, что мало не покажется. это говорит о том, что мы, собственно, такие же полуязычники. И учение Христово, оно в нас никак не застревает. В одно ухо входит, а в другое выходит, и мы ограничиваемся исполнением таких малозначительных вещей. Для чего? Ну, для успокоения собственной совести, на которой у нас довольно много времени уходит, на пост, на правила, но внутренне наше сердце далеко отстоит от Бога. И вот, когда она так сказала, Господь это удивился. Почему? Потому что она проявила качество души христианское, как раз такое, которого в нас нет совсем. Не только нет совсем, но у нас даже нету понятия об этом. Не только нет понятия, но и нет никакого к этому стремления. А, следовательно, мы стоим далеко от спасения. Христос ей сказал, вера твоя спасла тебя. Почему? Ну, она, во-первых, уверовала во Христа Сына Божия. Во-вторых, она проявила смирение. И та благодать Божия, которая была во Христе, она, понятное дело, коснулась ее и ее дочери. То, что спасает благодать, которая привлекается смирением. Вот это и случилось. И что интересно оказалось, что получилось, что эта женщина, которая принадлежала народу, который жил в ересе, она оказалась гораздо ближе к христианству, чем сам богоизбранный народ. сегодня ко мне одна пожилая женщина подошла и говорит, батюшка, объясните мне одну вещь. Я говорю, ну, давай, попробуй. Иногда бывают такие вопросы задают, что и не ответишь. Я говорю, она уже пожилая, когда мне нужна фрам, я поднимаю руку, останавливается машина, и меня везут. Если за рулем мусульманин, он с меня денег не берет. Говорит, ну, не может сын брать деньги с матери, тем более, когда она едет молиться. А если останавливается русский, крещёный, то он говорит, это моя работа и берёт деньги. А я говорю, да очень просто. Эти мусульмане гораздо ближе ко Христу, чем те крещённые водители, которые, может быть, даже когда-то и в церковь приходят на Пасху или ещё что. Потому что в них нет ни милостыни, ни жалости, ни милосердия. Вместо того, чтобы уцепиться за бабушку и сказать, а дай я тебе ещё покатаю, давай я тебя и в прачечную свожу, и за квитанцию заплачу, давай я тебя в магазин свожу, и сумки отнесу на твой этаж. А если у тебя там лифт, ну, до лифта. Потому что это есть угодно Богу. И вот так интересно. То, что угодно Богу, современные мусульманин знают. А то, что угодно Богу, современные крещённые не знают. и кто же ближе к Богу. Поэтому будущее за этими мусульманами, за ними будущее, они будут населять эту землю. Потому что современным крещённым это всё не нужно. Они и горячие, они и посты соблюдают. Когда их праздник, люди боятся даже в этот квартал заходить, потому что десятки тысяч молодых мужчин стоят на коленях и молятся Богу. Где вы видели столько православных мужиков? Нигде и никогда только одни бабы. И редкие вкрапления мужского пола. понятно. Поэтому другая ко мне другой сегодня человек подошёл, молодой, и говорит, я вот как-то когда вижу таджиков на улице, я, говорит, как-то раздражаюсь, чувствую, что это нехорошо. Я говорю, а что ты раздражаешься? ты должен брать с них пример, что эти молодые мужики не бросают своих жён, как делают русские, которые и алиментов-то не платят, платят только 10%. И служба судебных приставов изощряется, что бы ещё такое придумать, чтобы заставить их кормить собственных детей. А эти едут за 3-9 земель, живут в каких-то вонючих подвалах, работают их, грабят, им часто не платят за заработанное, относятся как к собакам, и они отсылают деньги своим жёнам, матерям. Почему? Потому что они верующие люди, потому что у них есть в сердце любовь, они полное равнодушие и желание только для себя одного блага. Вот чё поэтому не только не нужно на них раздражаться, а нужно их ставить на пьедестал и смотреть, как нужно относиться к собственным семьям по-христиански. Мы не знаем каких обычаев мусульманских, вот, но они поступают по-христиански, они заботятся, они любят, они проявляют хорошее отношение. И это абсолютнейший факт. И вот Евангелие как раз и об этом говорит. И для Бога это не важно. Вот хананеенка она, или правоверная была иудейка, сам главный факт, она уверила во Христа, Сына Божия, она к Нему обратилась, она смирилась, дозила, показала свое дивное совершенно смирение. Она не стала говорить, да как ты смеешь так говорить, да мы хананеени, мы здесь на этой земле живем тысячу лет, а вы там евреи пришли нас завоевали, там та-та-та, не стала вон письмо писать, ничего она этого не делала. Она согласилась, потому что да, увидела в этом правду. Она же видит, что он и одет и говорит как правоверный иудей, поэтому она осознала свое недостаинство и это ее спасло. И вот сегодня завершается празднованием воздвижения и поэтому Второе Евангелие, которое мы читали от Марка, посвящено Кресту. Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест твой и следуй за мной. Что такое христианство? Почему я сказал, что нужно этой бабульке предложить и в магазин, и в прачечную съездить, и до лифта сумки донести? Потому что нужно, если ты хочешь быть христианином, нужно отвергнуться себя своего времени, своего заработка, своих каких-то желаний, комфорта, потому что, ну, каждое существо лениво, лишнего ничего не хочет делать, а христианин, христианин наоборот. Христианин это тот человек, который все делает наоборот. он плывет против течения, он не обижает слабого, как обычно в классе появляется какой-то мальчик, вот, новенький, который не знает здесь правил, никакой компании не прильнул, вот, или имеет какой-то недостаток, вот, над ним начинают смеяться, издеваться, христианин наоборот. он вопреки всему обществу, он начинает защищать. Он охотно тратит на тот, кто, на того, кто в этом нуждается, и время, и деньги, и силу свою, и разум, и опытность. Для чего? Чтобы этому человеку помочь. Зачем? что он ему, родственник, что ли? Нет, ради Христа. Христос пришел на землю спасти грешников. Как апостол сказал, едва ли кто за праведника умрет. Представим себе вот где-то здесь у нас в институте гематологии сейчас умирает праведник. Поднимите руки, кто пойдет сейчас за него умрет. Нужно всю кровь отдать и на кладбище. Немного будет охотников вас уверяют. А на самом деле это будет единственный собственно и христианский поступок. Потому что смысл жизни не в том чтобы что-то на себя надеть или что-то купить или чего-то достичь что-то про тебя в газете написали. Смысл жизни в другом. Приобрести качество души которые необходимы для жизни в вечности. Вот для чего. но если человек никогда таких поступков не совершал то это и невозможно. Наоборот нужно от простого к сложному как Господь сказал верный в малом будет верен и в большом. А мы к сожалению даже малого порой не хотим совершить. Вот сущего пустяка. Поэтому наше сердце оно совершенно не тренировано в любви. А следовательно наша жизнь она бессмысленна. Более того вредна. Особенно это видно на детях и внуках. С каким раздражением с каким нетерпением мы вообще с ними общаемся. Они все мешают. они все время требуют у нас какого-то времени. А мы все хотим чего-то отдохнуть почитать уехать. Поэтому все абсолютно детей все хотят куда-то сплавить. А потом удивляются что они вырастают уродами. Ну как они почему вырастают уродами? Потому что и папа и мама и дедушка и бабушка как правило бывают исключения и счастливые. а как правило это уроды. Уроды. А кто их изуродовал? Их изуродовали их родители. Поэтому есть некий вот такой замкнутый круг. Как его прервать? Как его разорвать этот круг? А самому перестать быть уродом? Перестать заложив руки за ноги бессмысленно ходить по коридору и начать ну что-то делать. Подумать не только о себе не только о своем покое а вот посмотреть заинтересованно на то что происходит вокруг. И не можешь ли ты человечек что-то улучшить? и вот это желание улучшить и может с какими-то ошибками но пытаться это делать. Христианство является вот именно этими попытками. Поэтому Господь сказал отвергнись себя. Нужно богатеть не в себя а в Бога. Потому что что бы мы ни делали если мы это не делаем ради Христа это не только бесполезно. Серафим Саровский говорил вообще что это вредно. Никакого добра вне Христа не существует. Это всего лишь замаскированное зло. Да действительно бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Собственно конец всегда один это есть нечто завлекающее человек. Это только ради Христа. Поэтому Господь говорит возьми кресло и следуй за мной. Никуда не быть. Потому что человек отвергается себя и ради страстей он может огромную сумму денег отдать в казино добровольно или в ларек торгующий алкоголем или табаком. Вот все деньги которые он зарабатывает он отдает фирмам которые уничтожают твоих соотечественников и прежде всего детей племянников внуков школьников и школьниц мы единственная страна в мире где курит больше половины населения. И это все случилось прям за последние только годы. И чем с каждой сигареткой мы делаем этих людей все богаче. А раз делаем все богаче все могущественнее. Поэтому очень трудно принимаются всякие законы по ограничению потому что они покупают депутатов а те тормозят потому что ну на годик затормозил почему не принимается мера и сразу с момента опубликования нет откладывается ну то же за это время миллиарды заработают миллиарды людей пустят эти деньги на ветер здорово полная сумасшедшая дама поэтому очень многие люди жертвуют и там есть даже такое выражение искусство требует жертв наука требует жертв кому это нужно если это не во Христе и Иисусе никому потому что в этом пользы нет наоборот распад и дальше Господь пытается это объяснить кто кто хочет душу свою сберечь тот ее потеряет а кто потеряет душу свою ради меня евангелия тот сбережет ее ибо какая польза человеку если он приобретет весь мир а душа своей повредит или или какой выкуп даст человек за душу свою кто постыдится меняемых слов вроде тем прелюбодейным и грешным то постыдится и сын человеческий когда приидет во славе отца своего со святыми ангелами жизнь наша человеческая к сожалению противоположно евангелию а покаяние которому на земле первое начал призывать Иоанн Претеча потом Господь а потом апостолы и так вот до сего дня это есть изменение этой жизни самой жизни самом направлении христианин он должен все время искать что бы такое сделать ради Христа если день прошел и ничего не сделал все говорят ну а тогда что же на шею сядет и что ради чего живем любовь Христова это любовь которая направлена из меня вовне а у нас вместо любви себя люби что это значит это по определению извращение то что в нас в нашей оценке людей поэтому все время осуждаем событий мы не судим а ничего не понимаем что за этим стоит есть постоянно извращение почему ну нет смирения любая кухарка начинает рассуждать о политике осуждать министров ты сперва выучись прилично себя вести в публичном месте хотя хотя бы научись в слове еще не делать четыре ошибки а уже потом будешь что-то дальше как-то рассуждать а то даже человек не мог себя заставить хотя бы там на худой конец двух высших образований получить а еще там о чем-то судит и размышляет и чем человек беспомощней чем он глупее тем больше он осуждает как это странно а почему а потому что вот эта неотесанная болванность она почему-то удивительно сочетается с гордостью удивительнейшим образом вместо того чтобы приводить к смирению ну да вот учился плохенько высказать мысль не могу что если мне надо что-то объяснить мне надо от Адама начинать я никак не могу подъехать к самой сути начинаю а уже к середине забыл что хотел сказать и в то же время я осуждаю вот Господь как раз об этом и говорит что вот так осуждая все вокруг ты погубляешь свою душу то что входишь в такое состояние такое гордостного осуждения когда благодать Божия не может к тебе приблизиться чтобы тебя спасти ты душу свою потеряешь поэтому христианин это тот кто выбирает внутреннюю жизнь предпочитая ее жизни внешней очистить ее внутренние скляницы вашей души Господь говорит это для него для Бога это важнее для него не важно как мы одеты как мы причесаны каким лаком для ногтей мы пользуемся это это не важно это может быть этого может не быть но Бог Он смотрит сквозь это а сколько времени мы этому уделяем разве столько же сколько мы уделяем нашей внутренней жизни а мы должны быть и терпеливы и добры и участливы и молчаливы и щедры вот какими он нас своих детей хотел бы видеть и для этого из миллионов людей он нас с вами избрал здесь поставил хочет хочет нас этому научить и к этому привлечь а мы все равно сидим на своем все в каких-то обидах все в осуждениях все в поисках справедливости если бы бог был бы к нам справедлив ни один бы живой до остановки не дошел потому что по справедливости нас всех надо убить а если мы живы то только по милости вот это нам нужно очень как-то глубоко прочувствовать когда у нас будет шанс стать настоящими христианами благословение господне на вас того благодатью и человеколюбим всегда не прислои во веки веков